Спасибо, Ирина. И добро пожаловать. Очень приятно быть с Вами снова. Итак, сегодня я хочу поговорить о покаянии, о прощении и с точки зрения описания отцов в церкви. И как следовало ожидать, как мы увидим в этой теме много слоев и измерений. Некоторые из наиболее неотложных вопросов, которые могут быть важны для нас, это, например, как мы получаем прощение наших грехов, и как мы можем научиться прощать других. Мы все знаем просьбу о молитве Господней. Прости нам, ты грехи наши, как и мы прощаем тех, которые приступили против нас. Что, как указывает святой Максим, кажется, делает нас примером для Бога, приглашая Его, того, на которого сложно быть похожим, быть похожим на нас. Существует также указание о том, что мы должны прощать тех, кто грешит против нас не семь, а семьдесят раз по семь. Что, как утверждает святой Иоанн Златоуст, как и большинство отцов, прокомментирующих этот отрывок, не означает определенное число, а то, что бесконечно, вечно и навсегда. Однако, если мы хотим понять суть этой тайны, нам нужно рассматривать такие библейские высказывания в контексте, чтобы изучить некоторые из многих аспектов и видов прощения. Например, контекст предписания «прощать семьдесят раз по семь» проясняет, как указывает святой Иоанн Златоуст, что речь идет только о том, кто раскаивается. Что касается, говорит Он, другого, который не раскаивается и не признает своих собственных ошибок, Христос установил предел вашему прощению, сказав, пусть он будет для вас, как безбожник и мытарь. Точно так же, когда мы просим Бога простить соседа, раскаяние в том, что мы умоляем Бога, Он сам прощает нас в контексте нашего собственного раскаяния перед Богом. Покаяние, как мы увидим, фактически является как входом в наше собственное прощение, так и позицией, с которой мы можем научиться прощать других. Я вернусь к покаянию через минуту. Но сначала, и что более важно, за пределами непосредственного контекста каждого утверждения лежит тот факт, который, возможно, настолько очевиден, что мы слепы к его огромному значению. Тот факт, что такие запреты, сделанные в Новом Завете, то есть они сделаны в контексте откровения Иисуса Христа как Сына Божьего, того, кто через свое распятие и воскресение сам стал нашим миром и примирением с Богом Отцом. Только в контексте откровения Божьего мы познаем свои грехи и самих себя как грешных, и более конкретно, именно в откровении Бога в Иисусе Христе мы приходим к прощению и примирению с Богом. Согласно Ветхому Завету, никто не может прощать грехи, кроме одного Бога. Итак, когда Христос простил парализованному человеку его грехи и тем самым исцелил его, его обвинили в богохульстве. Но это также означает, что именно в этом действии прощения Иисус Христос явился как Сын Божий, даже если это было признано позже. Вся эта тема, помещенная в контекст распятия, обсуждается еще во II веке в трудах святого Иринея Леонского. Он комментирует таким образом. Поэтому, прощая грехи, Он действительно исцелил человека, в то время как Он также открыто явил Себя, кем Он был. Ибо если никто не может прощать грехи, кроме одного Бога, но Господь простил их и исцелил человека, то ясно, что Он Сам был Словом Божьим, ставшим Сыном Человеческим, получив от Отца силу прощения грехов, так как Он был человеком и так как Он был Богом, то как человек Он может страдать с нами, и как Бог помиловать нас и простить нам наши долги, благодаря которым мы стали должниками Бога, нашего Создателя. И поэтому Давид сказал до этого, «Благословлены те, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты, богословлен тот, которому Бог не вменяет грех». Заранее указывает на прощение грехов, вызванное пришествием Господа, которым Он уничтожил описание нашего долга и прикрепил его к кресту, чтобы как с помощью дерева мы стали должниками перед Богом, так и с помощью дерева мы могли бы получить прощение нашего долга. Наше прощение и примирение с Богом осуществляются посредством распятия и воскресения Иисуса Христа, и это благая весть про возглашение Евангелия. Это возвращает нас к теме покаяния, поскольку покаяние принадлежит к самому провозглашению Евангелия, но не просто предмет, в котором наши умы должны обращаться, когда мы вступаем в Великий пост. Действительно, Иоанн Креститель и наш Господь Иисус Христос начинают свою проповедь с одних и тех же слов «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Именно через покаяние мы учимся принимать благую весть. Без покаяния нет ни прощения, ни спасения, ни вхождения в Царство. Очевидно, покаяние важно. Однако из-за множества и различных ассоциаций, которые мы привносим в наше понимание термина, мы часто упускаем его истинное значение. Итак, что же такое покаяние? Мы, наверное, все слышали, что слово «раскаяние» означает «обращение», «метаноя», «изменение сознания». Это не просто сожаление о прошлом, печаль о грехе или чувство печали или вины, но переориентация, изменение перспективы, перенаправление нашего взгляда на Бога и нацеливание нашей жизни в Нем. Каяться — это не смотреть вниз или назад самопорицанием и отчаянием по поводу собственной неудачи, но смотреть и стремиться вперед, страстно желая того, кем по милости Божьей мы призваны стать. Но чтобы правильно сориентироваться, необходимо начинать с Писания, Божьего Слова, обращенного к нам, а не с наших собственных представлений о том, что, по нашему мнению, являются нашими недостатками, определяется стандартом, отличным от стандарта Писания. В Евангелии от Матфея, непосредственно перед тем, как Иисус начал проповедовать, нам говорят, что Иоанн был арестован и что Иисус покинул Назарет, и чтобы отправиться в Капернаум, в землю Завулона и Нафалим, чтобы исполнить слова Исаии. И таким образом пророчество, на которое ссылается Матфей, ибо оно исполнено во Христе. Ну вот. «Земля Завулона и земля Нефалима, к морю через Иордан, Галилею, язычников, людей, которые сидели во тьме, увидели великий свет, а для тех, кто сидел в этом регионе и в тени смерти, свет озарил». С этого момента Иисус начинает проповедовать. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Таким образом, проповедь покаяния Христа следует за провозглашением того, что порочество исполнилось, что те, кто был во тьме, просветлены. И весь опокаяние Христа обретает форму этим провозглашением. «Покаяние» — это переход от тьмы к свету. Не оставаться с недаемым виной во тьме жалости к себе, а покаяться, измениться, открыть глаза на свет блакой вести. Кроме того, исполнение пророчества во Христе ведет через покаяние и пришествию Царства. Таким образом, покаяние также эсхатологично. Это наше обращение в Церковь, в Царство, Царство Любви, который открыл Христос. Таким образом, в Евангелии от Матфея за этим объявлением следует исцеление больных Христом. И также Нагорная проповедь, в которой Христос говорит нам, как быть таким, как Он Сам есть. «Я говорю вам», — Он говорит, — «любите ваших врагов, благословляйте проклинающих вас, делайте добро тем, кто ненавидит вас, и молитесь за тех, кто использует и преследует вас, чтобы вы были сыновьями вашего Отца, который на небесах». Только в этом контексте мы можем по-настоящему и постоянно прощать тех, кто грешит против нас, быть такими же совершенными, как наш Небесный Отец. Таким образом, провозглашение Писания, Слова Божьего, как пророчества, так и исполнения, дает покаянию Его содержание и значение. Только в свете Христа мы можем видеть греховное, неадекватное состояние нашей жизни отдельно от Христа. Как сказал епископ Феофан Затворник, «Пока комната находится в темноте, вы даже не увидите грязи. Но когда вы впустите в комнате немного света, вы начинаете замечать грязь. И чем сильнее свет, тем меньше будут пылинки, которые вы сможете увидеть». Так же и с нами. Мы должны обратиться к Слову Божьему. Мы должны позволить обратиться к нам через Его Слово, прежде, чем мы сможем начать понимать наше греховное состояние и, следовательно, покаяться. Такое отношение показано в реакции Исаии на видение Господа, данное Ему, после того, как он увидел Господа, сидящего на престоле, и Серафима, кричащего, «Святой! Святой! Святой!» И Он сказал, «Горе мне, ибо я человек с нечистыми устами, и я живу среди людей с нечистыми устами, потому что мои глаза в виде лицаря, владыку воинств». Подчеркивая обратную природу этих отношений, один из отцов пустыни, Абба Маттеос, комментируя Слово Исаии, утверждал, что «Чем ближе человек обращается к Богу, тем больше он видит себя грешником». Это значит, что покаяние начинается с ощущения великолепия Божьего, а не нашей собственной убогости. Восприятие нашего убожества, оно невидимого через призму славы Божьей, переданной Словом Божьим, оно может привести только к смертельному унынию. И именно такое покаяние – это явно не одноразовый поступок или предварительная стадия. Это как бы способ существования христианина, все возрастающее смирение. Отцы церкви, особенно отцы пустыни, и писатели Аскеты напоминают нам об этом. Например, когда Аббас Иссой лежал на смертельном адре, его лицо сияло, как солнце. Его ученики видели, как он разговаривает с кем-то. И когда они спросили его об этом, он сказал, «Смотрите, ангелы пришли, чтобы забрать меня, и я прошу еще немножко времени, чтобы покаяться». Ученики ответили, «Тебе не нужно каяться». И тогда он ответил, «Воистину, я не думаю, что я даже начал покаяние». И в этот момент ученики узнали, что он был совершенен. Точно так же святой Иоанн Листочник утверждает, что угрызение совести и раскаяния – отношение раскаившего человека. Как он сказал, «Когда мы умрем, нас не будут критиковать за то, что мы не совершали чудес, нас не будут обвинять в том, что мы не были богословами или созерцателями, но у нас наверняка будет какое-то объяснение, которое можно будет предложить Богу за то, что мы не раскаивались». Так что это постоянное раскаяние. Собирая воедино некоторые из элементов, которые я затронул, святитель Василий сказал, «Бог, послал Своего Единородного Сына для прощения грехов, уже простил грехи, что касается Его. Но поскольку святой Давид поет о милости и суде и свидетельствует о том, что Бог милостив и справедлив, необходимо, чтобы то, что пророки и апостолы говорят в своих отрывках о покаянии, чтобы было это сделано нами, чтобы суд Божьей праведности должен проявиться, и Его милость должна завериться прощением грехов». То есть это значит, что мы должны принять покаяние, о котором говорится в Писании, пророками в Ветхом Завете и апостолами в Новом Завете, для того, чтобы Божья праведность могла быть раскрыта, и Его милость была конкретно осознана в прощении грехов, то есть нас. Как Святой Василий говорит, «Бог уже нас простил, но мы должны принять то прощение через покаяние». Это может показаться странным, что мы предполагаем, что аспект покаяния заключается в том, что он позволяет нам получить прощение. Но это не значит, что решение Бога прощать зависит от нашего раскаяния. Скорее, если мы действительно не осознаем расстояние, которое отделяет нас от Бога, греховность и ничтосность нашей жизни без Бога, несмотря на Бога, мы не сможем принять Его прощение, потому что мы не будем убеждены, что нам на самом деле нужно оно, или даже сам Бог нам нужен. Нужен ли нам сам Бог? Мы будем похожи на фарисея в притче, или даже хуже. Если судить по его собственным стандартам, фарисей не был грешником, он соблюдал закон, соблюдал все свои обязанности, посещал храм, и все же не нуждался в Боге. Он был уверен в себе, самодостаточен. Напротив, мытарь был истинным грешником, и тот, кто знал, что у него нет оснований для какой-либо уверенности, но просто бросил Бога о его милости. Именно в этой перспективе Исаак Сирийский утверждает, что тот, кто воспринимает свои собственные грехи, больше того, кто воскрешает мертвых своей молитвой. Воспринимать свои грехи – это значит также их признавать, признавать себя таким, какой ты есть. Это признание может вызвать печаль. Но, по словам того же Отца, нет ничего более могущественного, чем такая печаль. Ни смертельный порог уныне, ни отчаяние без веры в Бога, а скорее... Отчаяние без веры в Бога, а скорее это божественная печаль, о чем говорит Павел. Божественное горе, которое производит покаяние, ведет к спасению и не приносит сожаления, в то время как мирская печаль вызывает смерть. Это божественная печаль, в которой мы больше не верим ни во что, ни в себя, ни в наше предполагаемое достоинство и силу, ни в наши слова, ни в кого-либо другого. Ни в какое-либо учреждение, когда мы больше не верим ни во что, кроме самого Иисуса Христа. Только, как мы видели, только в Откровении Христа мы можем даже осознать наши грехи и наше греховное состояние. И в то же время Он является нашим миром и примирением с Богом. И поэтому Его проявление также является даром прощения. В этом состоянии это либо Христос, либо ничего. Таким образом, коррелятом необходимости признания себя греховным является способность принимать прощение. Какими бы печальными мы ни были по поводу своего существа и нашей жизни, если мы не сможем принять прощение от Бога, чье слово также высветило наше греховное состояние, мы... То есть, пока мы это прощение примем, мы даже не начали еще каяться. Эти две вещи существуют вместе. Святой Иоанн Листвичник продвигает сравнение дальше, чем Исаак. Он говорит не только тот, кто воспринимает свои собственные грехи в таком покаянии больше, чем тот, кто воскрешает мертвых, но Листвичник описывает само воскресение в терминах покаяния. Если мы будем стойкими в этом отношении, пока мы живем, Христос, Божественный Сын Божий, будет просвещать вас в воскресении истинного покаяния. В воскресении истинного покаяния. И также важно отметить, что само покаяние это дар от Бога. Иоанн Златоуст призывает нас следующими словами. Давайте применим к себе спасительное средство покаяния. Вернее, давайте примем от Бога покаяние, которое исцеляет нас. Ибо мы не приносим это Ему, а Он дарует нам это. Покаяние — это лекарство, возвращающее нас к здоровью и спасению, которое дается самим Богом через Его Сына, через Его Слово. Святой Климент Римский в конце I века связывает эту благодать покаяния с распятием. Давайте сосредоточимся, как говорит он, на крови Христовой, и поймем, что она драгоценна для Его Отца, потому что она излилась для нашего спасения и принесла благодать покаяния всему миру. Благодать покаяния. Тем, кто раскается, получат прощение своих грехов и таким образом получат спасение. Написанное примерно в то же время послание к Варнаве приписывает этому дару покаяния не только прощения грехов, но и наше обновление и воссоздание в качестве Храма Божьего. Есть еще один аспект динамики покаяния и прощения, на который я бы хотел обратить внимание. Святой Иоанн Листвичник после того, как он посетил так называемую тюрьму для павших монахов рядом с монастырем, который он посещал, сказал настоятелю, который подтвердил его впечатление. Он сказал следующее. «Мне кажется, что те, кто пал и раскаиваются, более благословлены, чем те, кто никогда не падал и не должен оплакивать себя, потому что благодаря падению они воскресли благодаря уверенному воскресению». Кажущееся парадоксальным утверждение, те, кто упал и воскрес из-за благодати покаяния, более благословлены, чем те, кто никогда не падал. Это утверждение перекликается с принципом отцов пустыни о том, что настоящий монах это не тот, кто не падает, а тот, кто после падения восстает снова через покаяние. Падает, восстает через покаяние. Святой Ириней дает объяснение об основании истины уже во II веке, когда он комментирует пророка Иону. «Согласно Иринею, человеческая раса была создана, чтобы жить причастием с Богом. Обманутый змеем, который обещал им бессмертие, человечество отвернулось от Бога в отсутничестве. Но поскольку Бог является их единственным истинным источником жизни, люди стали подвержены смерти». Тем не менее, Ириней указывает, как Кит проглотил Иону, чтобы он мог узнать истинное отношение к Богу, основанное на благодарении и любовном послушании, так и человеческая раса была поглощена с самого начала как часть вот этого кита. то есть поглощена с самого начала как часть божественной педагогики, божественного промысла, который начинается с творений и заканчивается кульминацией воскресения. Она терпеливо переносилась Богом, который предвидел, что человеческая раса получит неожиданное спасение, сотворенное его сыном через знамение Ионы. Поэтому цель этой педагогики не только познакомить людей с их собственной слабостью, их полной зависимостью от Бога, но и одновременно дать им возможность познать силу и милосердие Бога. И Ириней объясняет, таково было тогда терпение Бога, что люди, проходя через все и приобретая знания о смерти, и смерть это часть божественного промысла, то есть люди, приобретая знания, затем достигая воскресения мертвых и учась на опыте, каким образом они были освобождены, могут таким образом всегда благодарить Бога, получив от Него дар нетленности, и может любить Его еще больше, ибо тот, кому было прощено, любит больше. И, возможно, они сами знают, насколько они смертны и слабы, но также понимают, что Бог настолько бессмертен и могуществен, что дарует бессмертие смертному, а вечность временному, и что они могут также знать, что другие силы Бога проявились в них самих, и, будучи наученными ими, может думать о Боге в соответствии с величием Божьим, ибо слава человека это Бог, а сосуд дел Божьих и всей его мудрости и силы это человек. И таким образом люди будут благодарны и они будут как раз благодарны именно его учению. Таким образом и таким образом мы Бог был терпелив и то же время как люди через свое неблагодарное отступничество учились слабости и смерти без Бога. Бог знает, что пройдя через это и получив неожиданное спасение, дарованное им, они будут оставаться еще более благодарными Богу, желая принять от Него вечное существование, которое только Он один может дать. И вот эти оба измерения этого промысла поглощения человеческой расы и спасения принесено Сыном Божьим и представлены и Он, который таким образом является прообразом как человеческой расы, так и Спасителя. И, что особенно важно в этом феномене, отмеченном Макусом и объяснением Иринием, так это то, что наше греховное существо и жизнь вне Бога именно в том, что грех и отступничество, из которого мы обращаемся в покаянии, тем не менее, это не просто ошибочно обходной путь, а ценность которого заключается просто в том, чтобы быть отвергнутым, непризнанным и непринятым. И в послании к Галатам 3,22 Писание передало все греху, чтобы то, что было обещано вере в Иисуса Христа могло быть дано тем, кто верует. Я вам подчеркнул важность Писания как Слава Божьего, обращенного к нам в предании формы нашему покаянию. Наряду с этим, кроме того, тот факт, что так же, как провозглашение Благой Вести начинается с проповеди покаяния, само Писание, когда его читают или слышат как Слово Божье, является важным катализатором в деле реального осуществления такого покаяния. Есть два случая из высказывания отцов пустыни, которые иллюстрируют это. Ну, например, из речения Авва Павла Простого описывает последствия покаяния и обращения и то, как это произошло в Слове Божьем. История начинается с описания того, как у Авва Павла был особый дар. Он получил от Господа благодать видеть состояние душ людей так же, как мы видим их лица. Однажды, наблюдая, как братья идут в церковь, на собрание, он заметил, что один из них был черным внутри и во власти демонов. При таком виде Павел ударил себя в грудь и сел перед церковью, горько оплакивая того, кого видел. Когда все вышли после собрания, он увидел, что у брата, который раньше был темным и мрачным, теперь было сияющее лицо и сияющее тело. При этом Павел прыгнул от радости, благословил Бога и попросил брата рассказать ему, что случилось, и затем перед всеми братьями брат рассказал, я грешный человек, я долгое время жил в блуде, вплоть до настоящего момента. Когда я вошел в Святую Церковь Божью, я услышал, как читается святой пророк Исаия, или вернее, Бог говорит через него, помой себя, очисти себя, убери зло из своего сердца, научись творить добро перед моими глазами, чтобы ваши грехи алы, хотя ваши грехи алы, я сделаю их белыми, как снег, и я, прелюбодей, наполняюсь соболезнованиями за этих слов пророка, и я стону внутри себя, говоря Богу, Бог, пришедший в мир, чтобы спасти грешников, то, что ты сейчас провозглашаешь устами пророка, исполни во мне грешники и недостойном человеке, учитель, с этого времени, прими меня, пока я раскаиваюсь у твоих ног. Чтение Писания Слова Божьего повлияло на обращение и дал человеку доступ к новой жизни. Точнее, это был результат, как подчеркивается в этом отрывке, не просто слышать конкретные слова, содержащиеся в Писании, но слышать, как Бог говорит через пророка. Слушая Писание, как Слово Божье, адресованное Ему, человек был исполнен угрызений совести в своем сердце, и это было прямым следствием Слова Божьего. Наконец, человек умоляет Бога завершить трансформацию, о которой говорил Исаия, и которая началась через слушание Писания. Еще один пример есть. Мы знаем, как Ава Серапион и проститутка, история об этом. Согласно этой истории, Серапион, проходя через деревню, заметил проститутку и сказал ей, «Ожидайте меня сегодня вечером, потому что я хотел бы прийти и привезти с вами ночь». Но когда Серапион вернулся вечером, ему сказали, что кровать готова. Он попросил ее подождать, эту проститутку, рядом с ним. Затем он взял псалтырь и на каждом псалме произносил молитву за проститутку, прося Бога, чтобы она раскаялась и спаслась. И Бог услышал его. Женщина стояла дрожа и молилась рядом со стариком. Когда он закончил весь псалтырь, женщина упала на землю. Старик, начиная послание, много читал от апостола и закончил молиться. Женщина была полна в данный момент покаяния и поняла, что он пришел не повидаться с ней, чтобы совершить грех, а чтобы спасить ее душу. Здесь, опять же, самые близкие тексты влияют на обращение. Серапион не обращается к этой женщине с никакими словами. Он просто читал псалтырь и послания, и тем самым он позволил Слову Божьему проникнуть в сердце этой женщины инициировать процесс покаяния и преображения. И без этого и без инициирования таким образом Писанием Слова Божьего, обращенного к нам, и без формирования и информирования нас через Писание, наши попытки покаяния были бы самовлюбленными, и они заканчивались бы разрушающим душу унынием. Но покаяние есть в словах Иоанна Климакуса дочери надежды и отрицания уныния. И такое покаяние я рождену надеждой, потому что оно исходит от обращений Бога, самого Бога, и оно побеждает уныние, потому что Слово Божье созидательно, оно преодолевает все тупики, в которых мы без Него оказываемся. Абсолютно все тупики, в которых мы пребываем. Много из того, что я говорил сегодня, конкретно проявляется именно в это время года, когда мы вступаем в Великий Пост. И некоторые у нас уже исполняют пост. Есть два конкретных момента, которые я хотел бы обратить внимание. Первое. Сам Великий Пост наступает не осенью, а именно в то время, когда все начинает разрушаться, не в те дни, когда они сокращаются, не зимой, когда земля замерзла и умерла, и количество солнечного света уменьшается до минимума, а именно весной, когда погода становится теплее, дни длиннее, и все возвращается к жизни. Параллель между этим естественным временем года и динамикой покаяния четко указана в вечерней службе в среду до фактического начала Великого Поста. В ней говорится, весна поста наступила, цветок раскаяния начал раскрываться. «О братья, давайте очистим себя от всяких нечистот и споем дающему свету слава тебе, кто один любит человечество». То есть, покаяние – это расцветающий цветок в весеннюю пору поста, период, в который мы постепенно готовимся к рассветлению благодаря воскресению Христову. Эта весенняя пора начинается с обряда взаимного прощения и завершается просветлением и прощением воскресения. И вот это прощение является действительно результатом воскресения. И вот через 40 дней мы будем петь этот день воскресения. Давайте светиться светом праздника и обнимать друг друга. И давайте скажем у братья, даже тем, кто нас ненавидит, давайте все простим воскресение и таким образом воскликнем Христос воскресе с мертвой. Воскресением Христос воскрес из мертвых, растоптал смерть смертью и тех, кто в гробнице подарует жизнь. Таким образом, сезон Великого Поста и праздник Пасхи олицетворяют собой матрицу взаимосвязанных тем, которые я сегодня обсуждал, связь между прощением, покаянием, откровением Иисуса Христа как Сына Божьего через крест и воскресение и наше вступление в это воскресение через покаяние и прощение. Но мы только сейчас начинаем Великий Пост. Еще один момент, на который я хотел обратить внимание, также наглядно показывает то, что я пытался подчеркнуть сегодня. Это значение важность Писания как для инициации, формирования и информирования нашего покаяния. Церковные службы в эти дни характеризуются значительным увеличением чтения Писания. Например, Псалтей следует читать дважды полностью каждую неделю. Я уверен, что Серапион это одобрил бы. Но наиболее характерной особенностью этой первой недели Великого Поста, конечно же, является канон Святого Андрея Критского. Это полностью прочитан на пятой неделе. Великий канон покаяния. Канон как в смысле литургической композиции, так и канон в смысле правила или стандарта покаяния. Согласно Синоксириону на этот день, Святой Андрей, собрав всю историю Ветхого иного Завета, составил настоящее стихотворение, начиналось от Адама, вплоть до Вознесения Христа и проповеди апостолов. История, как она записана в Писании от Адама до Христа, второго и последнего Адама, определяет истину всей истории, как в ее содержании, так и в ее цели. А канон это постоянное отражение раскаяния, к которому нас призывает эта история. Первые восемь от канона это размышления о примерах греховности и раскаяния в Ветхом ответе, которые изложены в свете Христа, Его Креста и Воскресения и косвенно через типологию и более конкретно через последние стихи каждой Оды, а затем становится темой всей девятой Оды. Эта история записана в Писании, история мотежного человека, его покаяния и, наконец, это моя история, в конце концов, это история всего человечества, а следовательно, и моя история. Не в том смысле, что я читаю все эти события как аллегории и состояние моей собственной души, но скорее, как я пытался описать все это, мое восприятие моего собственного греха и прощения через покаяние осуществляется через само Слово Божье, через все примеры, которые святой Андрей поставил перед нами. Так что прощение, мир и примирение с Богом, установленное Иисусом Христом через Его Крест и воскресение, и наше принятие этого прощения через покаяние, признание реальности нашего греховного состояния, но не уныние по этому поводу, потому что потеря уверенность во всем и во всех, наша надежда и доверие находятся в Иисусе Христе и только в Нем, в Слове Божьем, в честь Свет Воскресения мы оба осознаем наши грехи и прощения. И из этой печали, создающей радость, мы используем фразу святого Иоанна Климакуса. То есть, это печаль, которая создает радость. Это многокранная тайна, которую пастырь Герма назвал великим пониманием. Спасибо. Спасибо. Итак, спасибо вам за вашу презентацию. У нас есть время на вопросы. Если кто-то бы хотел задать вопрос, поднимите руку, и тогда мы дадим вам микрофон. Хотела спросить, какой же самый короткий путь от угрызения совести к раскаянию? Итак, от вины к раскаянию, какой же путь самый короткий? Я думаю, о чем можно здесь сказать, это то, чем мы должны заниматься. нам не нужно смотреть на себя и не нужно ставить себе диагноз. Если мы говорим о вине, то мы думаем о том, какова рефлексия самого себя, что же я сделал такое плохое, и это ведет к стыду, к самопорицанию, и мы живем в этом, с этим, и это просто приведет к унынию, которая разрушает душу. Мы любим ставить диагнозы, мы сами хотим поставить или разобраться в причине и потом найти решение этой причины, и потом мы обращаемся к Богу, да, и может быть это не так. Нужно сначала обратиться к Богу, читая Святое Писание и произнося молитву, используя все средства, которые у нас есть, чтобы Его свет осветил нас, и чтобы Он поставил диагноз нам, и потом мы увидим все вот эти проблемы в совсем другом свете, и это, я думаю, и поможет нам. Апостол Павел говорит о том, что там, где грех, там появляется слава, слава Божья, прощение Бога, оно идет через Иисуса Христа, и как раз милость Бога может как раз вызываться в нашей разбитости или в проблемах и так далее. То есть нужно сначала, чтобы свет озарил нас, и потом мы увидим наше настоящее состояние. Но если мы делаем все по-другому, то мы ставим неправильный диагноз. Помогло это? Помог мой ответ. То есть есть переход от нашей вины к то есть нужно начинать работать от вины. Вы придете к другому раскаянию. Сначала нужно обратиться к Богу, увидеть Его свет, получить радость от раскаяния. Вот это важно. Спасибо. Есть еще вопросы? Я думаю, вопросы появятся во время перерыва. отец. Спасибо. Спасибо. Спасибо.